Скорпион. 23 октября-21 ноября. В этот период проведите заботу о половых органах и мочевыделительной системе. 23 октября. День Евлампия. Назван в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра происходили из знатного рода, но решили принять христианство. Во время гонений на христиан они не убежали, а открыто объявили, кто они такие. Сначала схватили брата и жестоко пытали. Сестра пошла на суд и объявила себя христианкой. Язычники пытались их сжечь в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда брату отрубили голову, а сестра умерла от горя. В народе этот день называют днем Евлампия зимоуказателя и Евлампии зимоуказательницы. У крестьян сегодня было принято расщеплять по линии на лучины. Это такие длинные тонкие палочки. Их применяли для розжига. Именно их использовали для освещения. Устанавливали под углом в 10-15 градусов специальное приспособление, которое называли светцами. При свете лучин крестьяне занимались какими-либо домашними делами по вечерам. Пламя, исходящее от лучины, воспринимали как все уничтожающий огонь. Если же научиться управлять огнем лучины, то можно получить нужное освещение и легче переживать темное холодное время года. Приметы. Следили за лунным месяцем, который своими рогами сегодня указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры. И если рога указывают на север, то пойдет еще и снег. И если на юг, будет дождь. И ненастная погода продлится до 4 ноября. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.